Добрый день, уважаемые трейдеры, я оставшийся на этом свете инвестор, меня зовут Андрей, сегодня 9 февраля пятница, представляю вашему вниманию очередной обзор рынка для компании ИнстаФорекс, логотип которой, как обычно, вы наблюдаете у меня за спиной на ежедневной основе. Итак, вчера вечером я дал новую торговую идею по австралийцу, сегодня по евро, мы это обсудим, но перед тем, как мы начнем, давайте посмотрим список новостей. Сегодня пятница, в Китае Новый год, в евро, в еврозоне индекс приоритетских цен в Германии, в принципе, новостей больше нет, вчера вышли опять сильные доллары по баксу, сильные доллары, да, сильные новости по баксу, которые опять слегка укрепили американский доллар, но его уже практически весь выкупили, давайте посмотрим, что можно поторговать на графике сегодня, поехали. Итак, начнем мы с котировочек золота, которые вчера целый день снижались до открытия американской сессии, и в том числе и во время новостей у нас было падение, да, и в конце дня практически полностью выкупили американцы всю сессию, и это все говорит, друзья мои, пока о бычьем характере движения, что нижняя трендовая линия продолжает удерживаться, у нас лонговый слом порево, да, сегодня новостей по баксу нет, можем потихонечку тащиться наверх, с точки зрения охоты за стопами, здесь каких-то интересных торговых идей нет, единственное, конечно, что если опять прилипнут к этой трендовой линии, и здесь будут какие-то наторговки, то, скорее всего, это будет пробой ее самой, но пока американцы держат откупки вот эти вот снизу, это значит, что тренд у нас тузимуновский, скажем так. Переходим к паре евро-доллара, сегодня та же самая картина, в принципе, что и по золоту, то есть американцы выкупили вчерашние сильные новости по баксу, то есть сильные новости, доллар здесь находится в качестве котируемой валюты, вот оно, это падение, и его сразу же выкупили, сразу же выкупили, день закрылся наверху, это дневной пин-бар, сейчас рынок стоит как раз на вот этом лонговом сломе, в принципе, если покупать со стопом в 200, то тейк профит у вас 250, ну, примерно, чуть в большую сторону, чем один к одному по профиту, можем сюда прогуляться вполне, вполне, те, кто мечтает о лонгах, второй целью может быть вот этот лонговый слом, шартовый, шартовый слом, то есть вот такое движение вполне себе, но вы должны понимать, что здесь соотношение небольшое, почти один к одному. Австралийский доллар, вчера мы в закрытом чате мучили, мучили этот инструмент, и, кстати, еврик тоже мы вчера продавали от вот этого шартового слома, вот, и в итоге под конец дня вышли фактически, ну, один к одному в прибыли, вот, но те, кто не вышел, вышли, выбило их по безубытку. Еще фишка в том, что вчерашнее падение уперлось в лонговый слом, который был 6 февраля, и те, кто на нем не зафиксил часть позиции, те, конечно, в этом плане не добрали по прибыли. У австралийца была та же самая история, но австралийца упал вчера поглубже, упал поглубже, упал в древний лонговый слом, вот, и в этой зоне начал ломаться, и мы вчера в этой зоне прикупили этот инструмент с очень коротким стопом, порядка меньше 10 пунктов, при теке сейчас уже, ну, 10 я имею в виду, ну, 100, да, по пятому знаку, пока, пока у нас получается, ну, ну, даже если брать, не, ну, у нас там 10 не было, то есть, ну, в этой зоне порядка 60 пунктов, а тек, ну, пока, пока 200, то есть, ну, вот, 3 к 1 уже есть, те, кто боязливый, да, боязливый может выйти на вот этом шартовом сломе, вот, ну, а те, кто амбициозный, я так понимаю, что это все остальные, они могут поддержать до вот этого слома, либо помечтать о гигантском, гигантском профите вот здесь, то есть, если вы вчера заходили со стопом в 100 пунктов, то здесь вас ждет, друзья мои, невероятных 4156 пунктов, что составляет больше, чем 40 к 1, вероятность такого движения не очень высокая, но если вы такое вытянете, то почувствуете запах финансовой независимости. Переходим к доллару канадцу, доллар канадец тоже вчера, ну, не вчера, а получается у нас позавчера побрил свою верхнюю границу, вот, есть шартовый слом здесь, вот, он до нее не дотянулся, инструмент не техничный, я много раз об этом говорил. С точки зрения каких-то целей, то есть, если вы где-то зацепились в шорты, либо собираетесь это делать, то целью для фиксации прибылей, основной целью будет вот этот уровень, вот, ну, а если вы любитель пощупать сломы, то можно выйти и вот здесь, на вот этом ланговом сломе. Фунт-доллар, фунт-доллар тоже, тоже очень странно сейчас себя ведет, никак не может определиться, американцы вчера выкупились, но теста слома не было, инструмент не такой техничный, как еврик, но я так же, как и по евро, ожидаю продолжения роста вот именно в эту, в эту зону. Как на этом заработать? Примерно так же, как и по евро, то есть, вы, опираясь на эту конструкцию, ищите покупки так же, со стопом, ну, здесь 300 пунктов, а тейк у вас 400. То же самое соотношение, что и по евро, выбирайте один из этих инструментов и не наваливайте на них оба, потому что в моменте вы будете торговать слабость американского доллара в обоих из этих инструментов, что неправильно. Доллар-иена пока не генерирует нам торговых сигналов, единственное, что есть площадка вот эта, которая скорее всего будет добиваться. Жижа, друзья мои, те, кто покупал жижу по моей торговой идее от вот этого слома, сейчас имеют невероятный профит. Напоминаю, что со стопом порядка в бакс вы можете иметь уже порядка 4 баксов в прибыли. Ну, либо, если вы ставили, допустим, миллион, при стопе в миллион, как обычно, да, вы сейчас можете наблюдать на своих экранах мобильных телефонов Siemens A35 порядка 4 миллионов прибылей. Так, что касается целей, напоминаю, что основная цель фиксации лонговых позиций по нефти является, WTI, является котировочка 80 долларов за баррель серио-американской нефти. Так, что касается биткоина, биткоин вообще пошел в тузимун. Напоминаю, что в бычьей тенденции лучше опираться на лонговые сломы, но этот крипто-засранец не дал нам зайти от лонгового слома и продолжает тузимунить, ну, такой характер этого инструмента. Доллар-рубль нам, нас пока не радует, не печалит, сигналов по нему нет. Переходим к индексам. Британский индекс стоит, вообще не растет, не падает. Очень странное вообще явление. Такое ощущение, что экономика на Британии вообще замерзла, замерзла. Что не сказать о S&P, просто невероятный тузимун прет и прет. Вот, и те, кто работает на повышение в индексах, наверное, уже по колено в деньгах стоят. Стоксы, Даксы, все тоже на хаях. Никаких сломов шортовых нет. Переключаемся к газу, друзья мои. Газ дает шоколаднейшие цены. Шоколаднейшие 1.8. Те, кто еще не начинал набирать газ, обратите внимание на этот инструмент. До экспирации еще далеко. И по 1.8 можно набирать. Этот обвал рано или попозже будет выкуплен. Вот, и сейчас есть даже хороший зеркальный уровень, тот же самый 1.947, который даже просто на банальной коррекции принесет вам кучку денег. Вот, и по большому счету здесь потенциал инструмента на рост, он огромный. Он огромный, да, инструмент падает, все это, конечно, печально, вот, но это, это не евро-доллар, это не какой-то там индекс, это товар, товар, который, собственно, подвержен колебаниям, и вы на это можете заработать. Не наваливайте больших объемов здесь сеточкой, набирайте, и будет все варивал. Так, что касается доллар-франк, и дальше по красам, нас интересует сеточный метод торговли, и здесь я указываю магические синие прямоугольники, где меня интересуют сетки покупок либо продаж, и инструмент доллар-франк пока в эти сетки не попал. Канадец-франк продолжает реализовать третью волну на повышение. С точки зрения сеток, меня интересует набор ниже лоу 23-го года, вот, либо набор шортов выше августа 23-го года, вот в этой зоне. Те, кто торговал, собственно, слом структуры, уже может, могут фиксировать прибыль. Амбициозная тридунята додержать до вершин июня и августа, где, собственно, осталась площадка. Канадец-франк, надавит на хая, кстати, пробила снова хая, вот, я не вижу до конца, не до конца, но, в общем, на пробои, а лучше за ним с шагом в тысячу пунктов, то есть пробили на тысячу, и каждую тысячу можно набирать шорты, если вы не набирали, и удерживать либо до вот этого зеркального уровня, либо на пробой вот этой площадки, которую рано или поздно вынесут. У Франкиена та же самая история. Ауди-кат пока нас интересует ниже лоу 23-го года, еще не дошел инструмент туда. Новозеландец-франк что-то резко начал бычить, вот, соответственно, можно поиграть с ним в шорты выше 0,55. Австралийц-новозеландец полетел вниз, напоминаю, что инструмент долго заряжает, потом хорошо идет, поэтому резко его тут трепать в обратку не стоит, лучше дождаться хороших пробоев от экстремов там 23-го, 22-го года, и здесь набрать сетку лонгов на возврат, собственно, в зону покоя. Еврокадик пока не растет, не падает, те, кто хочет покупать на обновление этой площадки, ждите лонговый слом по вот этой схеме, которая у меня показана, вот, либо ждите уже залет этого инструмента в зоны, зоны, показанные у меня синими прямоугольниками для набора сетки покупок либо продаж. Новозеландец-франк также практически уже в процессе отработки трехволновки, но меня интересует сетка лимитных покупок ниже лоу 23-го года. Ну и евро-ауди пока не дошел до зон наших интересов, и мы переключаемся к ответам на вопросы на ютуб-канале по вчерашнему видео. Поехали. Три комментария. Добрый день, когда закончится падение газа, какой ваш прогноз? Друзья мои, отвечу вам просто. Никто никогда не знает, что куда пойдет, насколько и как долго, поэтому мы можем ставить ставки и ограничивать убытки. Напоминаю, что ограничение убытков по газу должно быть связано с цифрой 0, то есть когда газ будет нулевым, тогда он не вырастет. Ну я имею ввиду ниже 0, поэтому если вы покупаете товары вблизи нулевой стоимости, вы должны ориентироваться на 0. Не хотелось бы, конечно, чтобы это произошло, но я думаю, что то, что сейчас происходит с газом, это спекуляции. И мы в ближайшее время увидим хорошее движение наверх, как минимум коррекционное, на нем и заработаем. Так, евро-доллар тянут, потянут наверх, просто у кого-то там нервы сдают без новостей, срывы, фальш-старты, в общем, непонятно что, ни вопроса, ни ответа нет. Добрый день, Андрей, я вижу, вы технический трейдер по новости, наблюдать, наблюдайте, бытует мнение, что новости по США могут быть подстроены, подкручены, подкручены новости и надо американцам, а потом подправят. Есть ли смысл опираться на них? Конечно же, нет. Смотрите, уважаемый юзер FY8KE4R3C. Надеюсь, не оскорбил. Для меня новости, новости, они, я их как воспринимаю? Мне нужно время, вот именно время новости, допустим, 16.30, я знаю, что надо посмотреть, надо посмотреть, что, когда будет, то есть, это час X хорошей волатильности. Если вы в позиции, в это время вас может вынести либо по тейку, либо по стопу, и это может произойти быстро. Поэтому это интересно. Второй момент, если вы находитесь в позиции по доллару, да, или по инструменту, где присутствует американский доллар, и новости выходят, допустим, зеленые, либо там красные, и вы понимаете, допустим, что это новости вам в кассу, либо они вам не в кассу. Если новости в кассу, и рынок идет в сторону этой новости, это хорошо. Но если ее выкупают, как произошло вчера, значит, это развод. Лучше скинуть позиции, даже там с небольшим плюсом, как то, что я делал по евро. Поэтому, у меня по большому счету вообще все равно, что там выходит в новостях, мне интересует, мне больше интересно вот время выхода, как просто индикатор повышенной волатильности в это время. И второй момент, ну, в общем и целом, мне интересует адекватность. То есть, если новости красные вышли под доллар, он слабеет. Если вышли зеленые, то он укрепляется. Вот и все. Как получилось, допустим, по нонфармам, ну, опять же, штука новости. Все всегда, никого не интересуют, факт, да, факт надо смотреть относительно чего-то, относительно прогнозов. То есть, в каждом новостном календаре есть вот здесь колонки предыдущие значения, прогноз и факт. Соответственно, у нас пока новость не вышла, у нас неизвестен именно факт. То есть, у нас есть два, в этом уравнении у нас есть два известных, да, точнее, одно точно известное, это предыдущее значение, прогноз, то, что там нафантазированы аналитики, а вы знаете, да, что они там нафантазируют, как вот, допустим, по, где у нас, по, по прошлой неделе, нонфарм, да, допустим, безработицы прогнозировали одно, а вышло вообще, вообще в разы, просто в разы, они на кассивы, как такое может быть это, что вообще, они что, все дураки, все стали, это же не один аналитик, не два и не пятнадцать. Вот, поэтому, поэтому факты подтасовки, я вообще, конечно же, конечно, поэтому, собственно, торговля на новостях, это дело такое, то есть, на новостях торгуют, я, у меня есть мастер-класс торговля на новостях, посмотрите, я рассказывал, какие там группы игроков присутствуют, какие у них софт, как они вообще организуют свою работу на торговле на новостях, на что опирается их софт, покупая новости раньше всех, как они пытаются брокеров переиграть, я писал об этом мастер-классы, ребят, смотрите, просвещайтесь, это бесплатный просто кладезь информации. И когда выходит факт, естественно, эти роботы и обычные люди, они начинают сравнивать прогноз, факт, предыдущее значение, по большому счету, любая программка, написанная на бейсике, может это сделать очень быстро, быстрее даже, чем вы моргнете глазом. Соответственно, после получения вот этих данных, все начинают резко становиться умными и всаживать лоты в какую-то конкретную сторону, если они в нее верят. Вот и все. Поэтому я очень много времени уделил торговле на новостях и в моменте, и в секундном, и на 10-секундном графике, и в Ниндзи, и в СБПро, и где только это не трепал, и в итоге все, все поудалял, все чистый график, все. И просто смотрю, да, новость в 16-3, значит, здесь сейчас полетаем. Раз полетаем, значит, будет либо стоп, либо тейк. Все. Если в вашей стратегии заложено, что у вас тейк всегда больше стопа, то вы не сможете не зарабатывать. Так, в принципе, друзья мои, на этом все. Напоминаю, что под каждым видео с моим участием есть масса полезной информации. Есть тайм-коды, с помощью которых вы можете путешествовать по моим валютным фантазиям. Есть почта для связи, которую я не читаю. Есть открытый телеграм-канал по трейдингу, который я наполняю интересными темами. Есть телеграм-чат по трейдингу, где мы общаемся, ребята предлагают свои торговые идеи, обсуждают, обмениваются индикаторами и так далее. Напоминаю, что с ИнстаФорексом у меня заключена уникальная партнерская программа, через которую вы можете не платить свопы, торговать на ультра-спредах и попасть в мою закрытую группу телеграм-канал, где мы обсуждаем исключительно торговые идеи внутри дня. Добро пожаловать в мою партнерскую группу, друзья. На этом у меня все. Понравилось видео ставьте лайк, пишите комментарии и до встречи в понедельник утром на очередном обзоре рынка Форекс. Всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok